Привет дорогие друзья, с вами Воблер, это игра Кроссаут. Давно мы не заглядывали в эту игрушку и не смотрели, что же здесь сооруживают игроки, что они строят. Сегодня мы рассмотрим топ 12 крафтов за эту неделю, за что проголосовали игроки на выставке и топ 12 крафтов, которые получили самые высокие оценки, самые высокие лайки. Let's go, поехали! И открывает наш топ 12 замечательных крафтов машин за эту неделю, это мастодонт немецкой промышленности, я вам скажу, тигр, железный монстр, вот как он выполнен в этой игре. Правда я вам скажу, что он здесь покрашен как-то плохо, но реально цвет говна я вам скажу. Но зато у него есть пушка, у него есть пулемет, также у него есть прицел, где мы можем прицелиться и раздолбить вражескую машину. Правда, когда он выстреливает, его очень сильно подкидывает и мы не видим куда стреляем. Сам по себе танчик очень интересный как в управлении, так и в боевых условиях. Он очень резвый, быстро поворачивается как в правую, так и в левую сторону. Его пушка просто не сравнится ни с чем на своем уровне, я думаю. Ну что, бот, боишься меня и правильно делаешь, потому что я тигр. Longmax, тачка, которая занимает 11 позицию в своем рейтинге. Очень замечательная тачка, она не создана для боевых условий, она создана для того, чтобы любоваться и дрифтить. Она просто замечательно дрифтует, я вам скажу. Просто круто управляется, такое ощущение, что это настоящий автомобиль. Даже нельзя подумать, что это машина, которая слеплена вообще с каких-то мусорных деталей. Колеса, мотор, там еще что-то, она просто чутенько дрифтит, только, оу, заходит в повороты. Это просто гоночный болид какой-то. Старенький гоночный болид. Да, Longmax, согласен ты со мной? Да, Воблер! Красный коробок на колесах, который мне напоминает автономный пылесос, который может пылесосить квартиру, пока вы играете в игры или смотрите телевизор. Но это не бесполезный пылесос на колесах. У него имеется вооружение. На букву F мы выпускаем вот такой вот пулемет, который сам дамажит по противникам, пока мы пытаемся убежать, потому что воевать нам-то нечего. У нас больше пушек нету. Это чисто такой символический, интересный крафт, который на самом деле в бою не очень полезен, потому что у него имеется только одно вооружение, и он легко переворачивается на поворотах. И после того, как мы перевернулись, мы без подъема, либо посторонней помощи подняться не можем. Вот такая вот машина заняла десятую позицию нашего рейтинга. Шофер МЛ, который прячется в кустах, занял девятую позицию нашего рейтинга. Это восьмиколесный монстр, который может очень быстро набирать скорость, очень маневренный и очень бронированный, я вам скажу. Он имеет в своем вооружении ракеты, которые он может выпускать во врага, уничтожать его в пыль и прах. И очень круто прыгает, просто замечательно прыгает этот крафт. Он скоростной, у него хорошие колеса, которые могут развивать скорость, но если бы был спидометр, мы бы узнали какая скорость, а так хрен его знает. Также он может таранить и уничтожать врагов ракетами. Видите, какой он мощный. Четкая восьмиколесная машина для молниеносной атаки по врагу в игре Кроссал. В-03, так величает этого гусеничного монстра, у которого восемь гусениц. Просто восемь гусениц, которые хрен отобьешь, я вам скажу. А самое примечательное здесь, это цвет. Видите этот цвет? Запомните этот золотой блеск. Этот цвет, самый дорогой гребаный золотой цвет в этой игре, я вам скажу. Он стоит просто дохренища, цена периодически меняется, но сейчас он стоит на данный момент, по-моему, сорок тысяч гребаных. Сорок тысяч золотых гребаных монет в этой игре. Как это много, это просто дохренища. Мне кажется, за эту сумму можно просто все остальные краски выкупить и не иметь эту краску, а иметь все остальные. Но, также этот наш мастодонт, под названием В-3, имеет три пулемета, которые могут разнести любого противника в хлам. Это произведение искусства. Мы внутри видим какие-то колоночки. Видите, какие-то колонки имеются. Также у нас сзади покрашены золото орел. И также установлены шипы, чтобы никто у нас не мог сзади подъехать тихонько и так... ...очпокать. Наш мастодонт не сильно скоростной, я вам скажу. Но зато он бронированный, он может карабкаться на любую поверхность. Этот крафт может разнести в пыль любую другую машину без проблем. Мне вот интересно, игроки из-за него голосовали под какой причине? За то, что он такой красивый и нагибаторский, или за то, что он покрашен золотой цвет? Пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну а мы переходим к следующему топеру. 6166 очков мощи. Вот такой вот мощный крафт, который называется ПВЕ. ПВЕ. Наверное, для того, чтобы на нем играть чисто в ПВЕ режиме. Он оснащен двумя супер-мега-охеренными пушками, которые могут спепелить врага. Также у него есть на букву F ближний прицел. Такой раз и прицелились. Этот крафт такой тяжелый, что я просто при управлении чувствую, насколько он тяжелый. Просто такой... Ай, хрен повернешь, я такой тяжелый нахрен. Я вообще всех разорву. И давайте посмотрим, как же он может испепелить мои крафты. Так, это мой крафт для фарма металлолома. Херакс. Выжил. Выжил мой крафт после первого залпа. Второй залп этого мастодонта. Второй залп. Нет, не пережил. Давайте посмотрим, насколько эти пушки эффективны против моего второго крафта из синих деталей. Давайте встанем в лоб в лоб и постараемся его задамажить. Ну, давайте попробуем через прицел. Нахрен же нам прицел сделан. Так, бьем сюда вот, в центр. Охренеть. Мне кажется, что я выбрал просто замечательную точку, чтобы убить свой крафт. Самое интересное, что мой бронированный крафт продержался меньше, чем крафт, который сделан для фарма металлолома. Ну, да ладно, я вам скажу. Крафт прикольный, тяжелый. ПВЕ. На шестое место у нас упала газель. Есть газель-маршрутка, есть грузовая газель, есть другие газели. А у нас боевая газель. Она даже покрашена в такой вот зеленый камуфляж, чтобы в нас не мог увидеть враг. А когда он уже увидит, будет поздно, потому что мы своими пулеметами ему разорвем жопу. Так, разорвем ему жопу, и он у него будет бомбить и пригорать. Он возьмет от злости и разбомбит свою клавиатуру, за которой он играет. Вот такая вот газель, и мы видим, что у него с перьей стоят такие неплохие зубы, которыми мы можем просто таранить нашего врага. А подъезжаешь так и лишаешь врага колеса. После того, как вы лишили врага колеса, вы можете ему отбить последнюю пушку. Просто отбивайте последнюю пушку и стоите, глумитесь над ним. Конечно же, он будет от вас убегать, просить пощады, но вы не ведитесь. Нет, вы не должны его сразу убивать, вы должны просто глумиться над ним. Берете, глумитесь, а после того, как у него просто сдадут нервы, берете и отправляете его в мир иной. Вот так вот разрывает это газель. Черно-желтый мастодонт с серебряными вставками. Это просто безумно мощный крафт, я вам скажу. Он занимает 10 041 очки мощи. Понятно, если ты не играешь в эту игру, то эти цифры тебе ни о чем не говорят. Но я тебе скажу, что такими мощными крафтами обладают единицы в игре, просто единицы. Он имеет три пулемета, которые могут разорвать любого крафта в хлам. У него стоит три топовых пулемета в игре. Мне кажется, что с такими крафтами просто нельзя воевать вплотную. От них нужно прятаться где-то по норам. Как в Майнкрафте рыть норы и уходить под землю. Но если на таком крафте выехать в бой и просрать, то я вам скажу, это будет просто недешево. Он имеет дохренища модулей. И эти модули очень дорогие. Тут пулеметы чего стоят. Давайте вызовем ботов. И вот, первое днище на нас идет. Мы даже не будем его стрелять. Пусть он по нам постреляет немножко. Пусть разрядит свои обоймы. Мы постараемся его просто вот так вот херакс и уничтожить. Просто тараном. Раз мы отбили какую-то часть корпуса. Видите? Нет, ребят, я начинаю от вас нервничать. Включаем пулеметы. Ушел. Еще разочек. Давайте. Ушел. Еще один. Крафт, у которого есть две бешеные пушки Жнец. Он реально нагибает в бою. С боку он вообще ни на что не похож. Но если посмотреть вот так вот, то это оказывается робот. У него есть и глаза, и руки. Хотя на самом деле он мне больше напоминает пугало, которое стоит на даче и отпугивает птиц, чтобы они не сожрали нашу рассаду. Также у нашего робота есть хвост или просто копья, которые показывают, насколько мы агрессивные. Этот робот покажем цвет, если я не ошибаюсь, это хром. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. Итак, что у него имеется? Да, две пушки Жнец уже говорят о себе. Это просто уничтожители всего живого на этой планете. Трактор на третьем месте. На первый взгляд это обычный синий трактор, который может неплохо дрифтить. Но у него есть дрон, который может защищать нас, как настоящий ангел-хранитель. Он будет прикрывать нашу жопу, пока мы будем удирать. Но, к сожалению, этот дрон недолговечен, и нам уже отбили колесо. И вам скажу, что трактор это круто выглядит. Непонятно, как он оказался всего лишь на третьем месте. Белая газель, которая занимает второе место. Она просто чутенько протюненная. Она заниженная. Смотрите, она своими бамперами просто цепляет землю. Я вижу, что игроки просто любят газель, потому что это народный транспорт. Это народная маршрутка и народный грузовик. Вот такая вот газель. У нее нет никаких пушек. Но зато она интересно выполнена. Она занимает вторую строчку нашей позиции. Ну, не знаю, как она выбралась на вторую строчку. Но газель как газель. А мы поехали рассмотрим, кто же у нас завис на первом месте. Настольная лампа, которая занимает первое место. Это вершина эволюции в игре Crossout за последнюю неделю, я вам скажу. Она бесценна. Ее нельзя даже испытать тест-драйвом, потому что нету кабины. Вот так смотришь на лампу и думаешь, просто она восхитительная. У нее есть ножка, у нее есть основание, у нее есть даже вилка, куда она втыкается в резетку. Видите? Автор прикольно задумал. И мы видим, что люди здесь творческие. Они могут строить не только боевые крафты, но и интересные настольные лампы. На этом наш топ-12 крафтов за эту неделю подходит к концу. А мы уже увидимся в следующем ролике. С вами сегодня был Воблер и игра Crossout. Не забывайте подписываться на канал, если вы впервые, а также не забывайте ставить лайк. Всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok